Смотрите, в чем дело. Были в самом начале войны, были те, кто хотел воевать. Они прям стремились на фронт, хотели там военной романтики, не знаю, что-то еще такое. Они туда уехали уже давно-давно. Вот типа Гиркина, например. Или Мурзе, который недавно самоубился там где-то на линии фронта. И они уже там все. Многие уже в земле сырой лежат. Потом были те, кто согласился. То есть, ну, объявили мобилизацию, сказали, так сказать, широким неводом прошлись. Ну и дурачки, которые такие, ну ладно, типа, если позвали, поеду. Их тоже всех забрали и отправили. Знаете, помните эти картины, когда они ехали, садились в автобус, там доставали карты игральные, доставали еду из дома притащенную, бутылочку, там пузырь водочки, и ехали типа как на, не знаю, как на рыбалку. Ну эти тоже почти все уже лежат в земле. Ну они были согласны. Ну если это вот такие, как бы я сказал, недалекие, туповатые люди, которые вот как, ну совсем уж прям, как скотина, да, что им скажут, что они и сделают. Кого можно было подкупить деньгами, да, то есть вот эти контракты, огромные деньги, там же там, когда ты вступаешь в армию, эти там миллион или два миллиона рублей выплачивают, и зарплата там 200 тысяч, иногда даже где-то 300 тысяч. То есть, ну за деньги, таких тоже было много, и этих за деньги купили, тоже отвезли всех на фронт, и эти тоже кончились. Остались теперь только те, кто, во-первых, не верит во всякую псевдопатриотическую фигню, да, поэтому сам никогда в жизни туда не поедет. Во-вторых, люди, которых сложно, ну сложнее, скажем так, обмануть, чем вторую категорию граждан, то есть тех, кто сказали, надо, и он такой, есть, все, пошел. Вот тех, кого надо уламывать, убеждать, объяснять, вот эти остались. Ну и остались те, кого сложно очень купить, у кого-либо деньги есть, либо кто за деньги не собирается погибать. Вот, то есть, вся эта публика, такая вот, потому что она по-английски называется stubborn, упертая, да, ее тяжело заманить в армию, и, в общем-то, какого-то способа именно заманить их в армию уже и не осталось. Ни на убеждение, ни на деньги, ни на приказы они не реагируют. Остается только их забирать силой или угрозой применения такой силы. Других способов, в общем-то, не остается. Поэтому ситуация очень серьезная для Российской Федерации, и сейчас, представьте себе под это дело, ну, как вы поняли, очевидно, осознали в правительстве России, что надо как-то что-то новенькое придумать по этому поводу, начали придумывать теоретическое обоснование необходимости вступления в армию. Военный миф, такой миф об осажденной крепости стали пропихивать, и абсолютно удивительная ситуация, сегодня, спустя два с лишним года войны полномасштабной, Дмитрий Песков, пресс-секретаря Владимира Путина, объявил, цитата, «Мы находимся в состоянии войны», — сказал запретное слово. Вы знаете, что мы их людей в России просто сажали за то, что они говорили, что идет война с Украиной. Так вот, Песков сам сказал, «Мы находимся в состоянии войны». Да, это начиналось как специальная военная операция. Но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, то для нас это стало уже войной. И я в этом убежден. И каждый должен это понимать для своей внутренней мобилизации. Конец цитаты. То есть Песков в одном абзаце произнес слова «Война, ранее запрещенная, и мобилизация, которая тоже в России для чиновников под запретом». То есть это просто сигнал всем, что война выходит на новый, более, как бы сказать, высокий уровень интенсивности, и для этого нужна будет мобилизация. Для этого она не просто нужна будет, она уже прямо сейчас нужна, и ее готовят. Ну вот, как мы видим из расследования Верстки. Просто так заявление... То есть Песков, вообще говоря, он пресс-секретарь, ему платят буквально за то, что он произносит, за то, что он говорит. Поэтому просто так он не говорит практически ничего. Его заявление — это сигнал, в общем, всем готовиться к новой войне и к новой мобилизации. В первую очередь, кому готовятся? Чиновническому классу, который придется набирать людей. Ну и самому населению. Населению объявили, все. Закончилось СВО, началась война. Поэтому готовьтесь, дорогие, воевать. Уже все. Уже не отсидитесь по домам. Надо будет сейчас у вас всех брать за шкирку и тащить на линию фронта. Всех. А может быть, прям вот всех до единого. Кстати, в Татарстане интересное нововведение. Я видел вчера. Там разрешили детям работать на заводах и даже на заводах с опасным производством. То есть детям с 14 лет до 18 лет разрешили работать на таких заводах специальным законом. Почему? Потому что нет мужчин, людей такого рабочего возраста очень мало. Поэтому будут замещать эти должности детьми. Школа до свидания. Все. К станку пошел там точить снаряды или что-то еще делать. То есть население России готовится к очень крупномасштабной войне. Надо это понимать. Кстати, я уже говорил, по-моему, и даже не раз говорил, что после выборов так называемых Путина обязательно в России будет падение экономики, рост налогов. Рост налогов тоже уже анонсировали. Будет рост инфляции, произойдет мобилизация и интенсификация боевых действий тоже, скорее всего, не за горами. Почему все это будет? Да потому что Путин сейчас оказался в таком цепноте. Ему нужно действовать супер быстро. У него, в общем, для достижения его цели осталось лето. Ну, то, что от весны кусочек. Лето и начало осени. Все дальше он действовать не сможет. Может быть, даже, кстати, и лето еще не все. Почему? Потому что там Украина может быть усилена самолетами. Но сейчас у него, короче, очень короткое окно возможностей для того, чтобы попытаться добиться своих целей в Украине. То есть нанести Украине какое-то поражение. За летнюю, буквально, кампанию ему нужно кровь из носу переломить ситуацию на фронте. Добиться прорыва, не знаю, разгромить ВСУ, что-то такое. То есть ему очень-очень нужно это все сделать буквально за несколько месяцев. Потому что дальше потом Украина вполне возможно начнет усиливаться за счет авиации, за счет поставок оружия из стран Европы в первую очередь. Потому что европейцы сейчас обещают все больше и больше. Ну и плюс надо будет уже в этот момент, уже к осени, перенастраивать всю российскую армию на нападение на страны Балтии. И, кстати, учитывая то, что у Путина такой маленький промежуток времени, нам, конечно, с вами надо напрячься и по возможности помочь украинской армии отбить российское наступление сейчас на всех участках. И, знаете, я предлагаю в данном случае, то есть, конечно, много всяких сборов есть, но я вот предлагаю помочь 88-му батальону морской пехоты, 35-й бригады морской пехоты, которая сейчас сражается в Крынках на левом берегу Днепра. Мне кажется, там будет одно из самых напряженных сражений. Почему? Потому что сам Путин публично несколько раз требовал от Шойгу, чтобы этот плацдарм украинской армии был ликвидирован. То есть, они там будут бросать туда все силы, все возможные и невозможные, там будет адская мясорубка, и чтобы эта мясорубка шла в качестве мяса, там не было украинских солдат, давайте им поможем, потому что им нужны дроны для наблюдения за россиянами. И, собственно, эти дроны я предлагаю скинуться. Все реквизиты, как обычно, в описании к этому ролику внизу. Ну и смотрите, что Путин хочет до, где-то до конца осени попытаться разобраться с Украиной, а уже потом, после выборов президента США, когда Трамп либо победит на этих выборах, Трамп, который обещал не помогать странам Европы в случае нападения России, вот когда он либо победит на этих выборах, либо запустит в Америку какой-то адский хаос и раздрай, вот в этот момент Россия уже будет начинать атаку на страны Балтии. Там уже все готовится к этой атаке, в Беларуси строятся военные лагеря на границе с Литвой, там разгружаются танки, разгружаются солдаты, проводятся учения. Путин наехал тут недавно на Германию, точнее не Путин, а все российское правительство в лице Министерства иностранных дел потребовало от Германии признать блокаду Ленинграда актом геноцида, то есть такая предъява типа в гопническом стиле, типа ты кто такой по жизни, а ну-ка обоснуй вот такого плана. И надеются на то, что если Шольц не признает блокаду Ленинграда геноцидом, то его можно будет обвинить в нацизме, сказать, что сам Шольц нацист и современная Германия тоже нацистское государство, поэтому воевать с ними можно и даже нужно. Именно такая пропаганда шла про Украину перед полномасштабным вторжением 22 года. То есть сейчас вот те же самые методы, которые были отработаны на Украине, идеологические и пропагандистские, сейчас они уже и выпустили вход против Германии. То есть Германии угрожают тем же самым. Плюс создан Ленинградский военный округ, который, понятное дело, куда нацелен. Плюс в Калининграде запустили какие-то системы глушения GPS по всему северо-западному региону. В общем, короче говоря, там очень-очень явно идет эта подготовка. Ну и не будем забывать про Шойгу с его двумя новыми общевойсковыми армиями, которые, скорее всего, собственно, и создаются как раз для захвата стран Балтии. Ну и многие предполагали, думали об этом, сейчас уже, правда, есть официальное подтверждение. От того, что сразу после перевыборов Путина он решил пойти вперед с утроенной силой. То есть это уже совершенно очевидная вещь. Эти создаются новые армии, новая подготовка к новой войне и так далее, и так далее. Путин полагает, что получил мандат от народа на продолжение войны. Хотя на самом деле это не так, поскольку уже посчитали математики там специальными методами, посчитали, что больше половины бюллетеней, которые Путин получил за себя на этих выборах, они были вброшены. То есть это фальшивые бюллетени. То есть Путин не победил бы даже в первом туре. Во втором, может быть, и победил бы. В первом не победил бы, если бы все было честно. Поэтому нет у него никакого мандата на продолжение войны. Но он нарисовал результаты выборов, выгодные для себя, рекордные. Поэтому, конечно, может сейчас всем ходить и предъявлять, тыкать в морду эти результаты и говорить, что вот я такой супер популярный президент. Ну и подготовка к усилению и интенсификации войны, это абсолютно точно идет. И я думаю, летом, когда подсохнет, вся земля высохнет, летняя кампания будет очень интенсивной, прям очень интенсивной. Ну а россиянам, простым, так сказать, тем, кто пока еще не на фронте, надо ждать, конечно, серьезного ухудшения качества жизни, инфляции, может быть, даже гиперинфляции. И мобилизация это неизбежно. Российским мужчинам я бы, конечно, советовал сейчас валить из России или прятаться где-то, то есть не жить, по крайней мере, по месту своей прописки, это уж точно. И всячески избегать встречи с военкомами, не брать никакие повестки и избегать вообще любого общения с армией, с армейскими представителями. Украине, тем временем, надо, конечно, стараться обрушить экономику Российской Федерации, во-первых. Во-вторых, сделать службу в Российской армии максимально страшной и непривлекательной. Удары по нефтеперерабатывающим заводам это шикарный метод, который, в общем, решает обе эти задачи, потому что, во-первых, удары по НПЗ разрушают российскую экономику, во-вторых, ведут к обесцениванию зарплат для военнослужащих, то есть делают финансово непривлекательной службы в армии. Поэтому я считаю, что нельзя отказываться от ударов от НПЗ. Кто говорит, что моя вшивая баня, я считаю, что эти удары по НПЗ это очень-очень важный, полезный, нужный метод воздействия на Россию. Даже если американцы говорят, что нельзя, все равно надо продолжать. Ну и вообще, 2024 год это уже, мне кажется, очевидно, год, в который все решится, потому что сейчас, как я сказал, у Путина последний шанс как-то серьезно изменить ситуацию, круто изменить ситуацию на линии фронта. Поэтому надо его лишить денег, надо сломать ему экономику и все, в 2024 году тогда война закончится. Цель, это вполне реально, как мне кажется, достичь ее реально. Просто посмотрите на показатели экономические, даже те показатели, которые сейчас публикуют проправительственные, заправительственные экспертные центры в России, которые говорят, что там все очень плохо. Прямо плохо, это с экономикой жопа, извиняюсь за мой французский. Путина, соответственно, хватит сил лишь на один мощный рывок, вот этим летом, летом 2024 года. Если он победит, то будет спасен и сможет пойти дальше, уже нападать на страны Балтии, на Польшу, на, может быть, Финляндию. Но если он проиграет, то больше возможностей идти вперед у него не будет. Людей не будет хватать, денег, техники не хватит, ему больше уже на большое наступление. И резервов тоже исчерпаны, нет у него резервов, поэтому взять их негде будет. Кроме того, тут, конечно, надо постараться, чтобы вооруженные силы Украины продолжили утилизацию плохо подготовленных российских подкреплений, чтобы в армию россиянам было идти очень-очень страшно. Вот просто страшно, потому что сейчас многие верят пропаганде российской, думают, что там Украина практически не сопротивляется, мы смело идем вперед, потери нет, все замечательно. И когда они, конечно, попадают в войска, они офигевают от того, что все прямо напротив, ровно наоборот. Но изначально-то они в армию идут, надо так, чтобы боялись идти в армию. Ну и тут, собственно, дроны, про которые я уже говорил, они очень пригодятся, дроны нужны. И если у вас есть возможность, помогайте дронами, если не в моем сборе, то в каком-то другом сборе, обязательно помогайте дронами и на дроны украинским солдатам. Так вот, плюс еще один очень важный момент, как мне кажется. Сейчас Владимир Путин может очень активно использовать авиационные бомбы для проделывания дыр в украинской линии обороны. Вот там сейчас буквально вчера или позавчера был сюжет по российскому телевидению. В Нижнем Новгороде наладили производство фабов этих авиационных бомб весом в 3000 килограмм. Эти бомбы, от них очень много проблем у украинской армии. Но эти проблемы, скорее всего, закончатся, либо в значительной степени будут сняты, когда на фронте появится F-16, который обещают передать летом. И ожидается, что эти F-16, ну не как орехи будут, конечно, щелкать российские бомбардировщики, но, в общем, смогут оказать им серьезное сопротивление, по крайней мере. И поэтому Путину, конечно, нужно попытаться прорвать линию фронта до того, как F-16 появились в Украине. И тут еще один какой-то момент, надо сказать. То есть, понимаете, окно возможностей у Путина для проведения мощного наступательного какого-то рывка очень-очень узенькое. И он будет, то есть, я думаю, до середины лета, на самом деле, может быть, до конца лета. Но оно узкое, и ему надо очень быстро им воспользоваться. И поэтому сейчас уже разрешили слово «война». Сейчас будут набирать 300, может, даже 500 тысяч человек в армию. И попрут вперед просто со страшной силой, это точно. И тут я хочу сказать, что касается F-16. Чтобы сами F-16 не стали добычей легкой для российских ПВО, Украина запустила очень эффективную операцию в Белгороде по высасыванию, буквально истощению российских запасов противоракет, то есть зенитных ракет. Что делается? Украина обстреливает, извините, ракетным комплексом залпового огня «Вампир» обстреливает Белгород. И россияне перехватывают эти ракеты вампировские с помощью ракет «Панцирь» и комплекса «Панцирь» и С-300. И в чем тут прикол? Дело в том, что ракета для «Панциря» стоит 500 тысяч долларов, ракета для С-300 стоит 2 миллиона долларов. Ну, они такие дорогие, потому что ими собирались сбивать самолеты по 20, 30, 40, 50 миллионов долларов. То есть от 500 тысяч до 2 миллионов долларов одна стоит зенитная ракета. А «Вампир», который сбивает этими зенитными ракетами, стоит тысячу долларов или даже дешевле. То есть ракетой за 2 миллиона вы сбиваете ракетой за одну тысячу долларов. Понимаете, в чем дело? И Россия не может отказаться от сбития этих ракет, потому что в противном случае Белгород быстро станет необитаемым. А это еще большая финансовая потеря, потому что в Белгороде производится примерно 10% всей сельхозпродукции российской. И это еще и главная логистическая база для российской армии в этом регионе. То есть важно то, что с помощью этого «Вампира» удается выманивать, вытягивать из россиян вот эти зенитные ракеты в диких количествах. И соответственно, когда прилетят в конце концов к лету вот эти F-16, то у России не останется зенитных ракет, ну или останется какое-то маленькое количество зенитных ракет для того, чтобы эффективно бороться с F-16. То есть вот этими обстрелами Белгорода сейчас обеспечивается безопасность украинских F-16 в недалеком будущем. Ну и плюс, конечно, из-за того, что эти обстрелы идут, россияне вынуждены держать огромное количество комплексов ПВО в районе Белгорода в окрестностях. И Путин все это понимает. Он не такой дурной, как часто про него даже я говорю. Он более-менее понимает какие-то очевидные вещи логичные. И он знает, что у него не так много времени, чтобы провести большое наступление, чтобы отодвинуть линию фронтов, скажем, от Белгорода, чтобы разбить вооруженные силы Украины и навязать свои условия перемирия, чтобы потом уже пойти двинуть свои войска на страны Балтии. Поэтому, да, надо готовиться к тому, что ближайшие несколько месяцев будут очень-очень сложными. Чтобы они были чуть менее сложными, скидываемся на дроны. Опять же, все реквизиты в описании к этому ролику. Давайте поможем украинским солдатам. Ну и на этой оптимистической ноте сегодня у меня все. Меня зовут Иван Яковин, это Радио НВ. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да перебудет с вами сила и пока-пока. ПОДПИСЫЙСЯ НА КАНАЛ РАДИО НВ ОСЬ ТУТ ПОДПИСЫЙ СОБАНИЕ 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 СОБ